Я там у него что-то подырила И сегодня уезжаем И разве не повод это в первый раз Прийти на пляж У нас в гостинице Есть собственный пляж Причем гостиница находится на первой линии Алиса у нас мерзлячка И ходит прямо в вязаном пледике Укутала бабушка Представьте аттракцион Обед на кране Вот такая стрела Достаточно большая высота Все сидят креслом Ходят трипора в белых халатах И колпаках Все дружно едят Опасливо поглядывая вниз Итак, обещала я вам показать стоимость меню Это кафешка возле нашей гостиницы В прошлый раз мы заказывали вот эту пасту с морепродуктами Она стоит 115 дирхам Но по соотношению с долларом Это один к трём Получается, вот одна порция стоит Порядка 35-40 долларов Пицца тоже, видите, одна порция стоит Порядка 30 долларов Антипаста Это вроде как закуска Вот, пожалуйста, рыбка Соответственно, и цены А вот что-то приготовленное на гриле Наконец-то мы приехали в Краснодар Я нашла свой чемодан Мы полчаса, минут сорок проходили паспортный контроль Это жесть В Дубае было минут десять Здесь уже выстроили в ряд все чемоданчики Я нашла свой И что бы вы думали На него кто-то нагадил Реально Все чемоданы нормальные На моем блямбах Что за птица мира меня нашла Я не представляю Учитывая, что в основном Все это передвигается под навесом Так, Сережка Сейчас собирает шкафчики Потому что сейчас такой раздрайв детской Везде валяются запчасти Какие-то инструкции Тут стружка Детская у нас выглядит очень загруженно Здесь и мой свет И запчасти Какие-то картины Коляски Все вместе Мы сейчас с Алисюшей Решили постепенно пополнять парк игрушек Потому что старые игрушки Ей уже становятся не настолько интересны Постепенно у нее присыпается интерес к таким, знаете, более сложным, ролевым И у нас огромное количество мягких Такие, например, собака Плюс еще всякие средние-маленькие Которые занимают кучу места Из-за того, что у Алисы уже довольно много разных небольших фигурок Человечков, животных Каких-то кубиков Я для них нашла очень классный домик С помощью Яндекс.Маркета Там такой принцип действия 100% все знают Но на всякий случай скажу Яндекс.Маркет находит любой товар, который вам нужен У разных продавцов И сравнивает цены между собой Вы по любой вещи игрушки Видите самые выгодные цены И самые низкие Здесь просто огромный выбор игрушек По низким ценам Плюс можно выбирать параметры разных игрушек Сортировать их по цене И таким образом находить самых-самых выгодных продавцов Все, Алиса пойдет ко мне на ручки И мы сейчас еще решили активно обставлять детскую Наконец Потому что до этого у нас огромное количество детских книг Из-за того, что толком мебель нет Как бы это и хранить негде Сейчас решили обживать детскую И хотя у Алисы, допустим, детская кроватка уже есть Она у меня всегда стоит на фоне Но я нашла, представьте, с деревянным каркасом кроватку Я просто покажу вам, какие классные варианты мебели можно найти Из хорошего материала до древесины за копейки В общем, очень удобный вариант выбора товара В том числе и для малышей Так, ребятушки, я хотела спросить ваше мнение У меня на канале появился новый баннер И очень интересно, как вам он Потому что это не первая редакционная версия То есть сначала была черно-белая Немножко по-другому выглядел портрет Но с помощью моих зрителей в инстаграм я выкладывала в сторис фотки рабочего варианта Мне там сказали, вот это можно улучшить Вот это, ну в общем, были там прям очень здравые идеи В итоге мы доработали Результат, ну лично мне кажется, очень оригинальный Вообще изначально мне хотелось сделать в стиле города грехов Знаете, черно-белая с красными губами Но поняла, что чуть-чуть не тот масштаб Ну не тянуя Джейзи Куальму там на фоне черно-белых многоэтажек И какой-нибудь Халк за спиной Ссылку на другие работы художницы, которая мне помогала Я оставлю под видео Хотела тоже разобрать вопрос Со вчерашним видео с уходом за кожей своей Получилось так, что не видны рельефы всей кожи Как вот хотели рассмотреть каждый мой прищ И мне начали писать, что я это сделала специально Для того, чтобы замаскировать кожу Чтобы не видно было моих рытвин, колдобин, отростков Там наростов, ям и прочего Счастья, нет, не так это все работает Потому что можно миллиардом способов Сделать идеальную кожу Так что это будет выглядеть как полная обнаженка Заканчивая тем, что можно точечно замаскировать все корректором Это будет сливаться с остальной кожей И кожа абсолютно не накрашена Ну или просто взять тонкий слой тональника В жизни никто никогда не увидит Если он на лице или нет Поэтому если бы я захотела идти этой дорогой Я бы выбрала гораздо более изящный метод Но на самом деле, как вы видели Мне там даже писали, что видны покраснения Да, я так и хотела сесть со всеми своими покраснениями Они у меня есть на лице Из-за того, что у меня управление камерой То есть у нее нет поворотного экрана полностью Я в процессе съемки себя вижу только на телефоне И там через приложение Я смотрю и удаленно управляю камерой Там нет возможности управлять всеми органами Так вот у меня там стояла коррекция экспозиции на маленький плюс Я это не заметила А на телефоне я просто выставила все привычные настройки, как обычно Поэтому вот такой косяк, да, вышел Я уже ее поправила обратно Во время монтажа тоже все отлично смотрела Честно говоря, дико обидно Потому что в это видео вложило много труда Я могла просто сесть перед камерой потрынзить Но мне захотелось вот такой формат Потом все крупным планом снять Потом все эти ссылочки, названия найти И это занимает очень много времени Дико обидно, когда ты что-то не учтешь И потом все как бы на все остальное никто не смотрит Что хорошего никто в жизни не отменит Все будут отмечать, что плохого Другая новость, которая у меня есть Это по поводу видео про квартиру Дело в том, что, представьте, мне написали Что эта инфа дошла до Соболева И он раздумывает, снимает ли видео Но еще добралась до меня инфа На то, что Соболев считает, что моя книга очень похожа на его книгу Я, честно говоря, расстроилась и поняла, что он явно не читал Потому что там вообще разное Мне кажется, что моя книга гораздо более конкретная В общем, напишите, кто читал его книгу и мою Увидели ли вы какое-то конкретное сходство И что там вообще общего было Потому что Соболев первый, кто мне об этом вообще в принципе сообщил Так, и новость номер 3 Видите, сколько наболевшего Как ты могла вот следующее видео Как ни в чем не бывало, когда вы там потеряли столько денег На самом деле мы их потеряли уже где-то 2 года назад То есть стройка уже больше года стоит Вообще не двигается А еще, кстати, летом, помните, меня вызвал следователь на допрос Это тоже было по этому делу Я привозила все документы Но закончилось тем, что его вызвали в Москву Он мне сказал, меня переводят в Москву Вашим делом будет заниматься другой следователь Ну и все, с тех пор, вот уже скоро год, да Ничего не происходит Еще помните, давненько вам рассказывала Про то, что я в детстве вела дневник У меня есть целая стопка дневников Самый мой первый дневник это вот этот Я его начала вести, когда мне было 10 лет Не читать, пожалуйста И вот видите, здесь первая дата, 97-й год Сейчас вам зачитаю некоторые свои любимые моменты Мне нравится мальчик, его зовут Илья Когда он смотрит на меня То я всплываю от счастья Видеть его улыбку и веселые глаза С ним не весело Я чувствую себя, как в кирпичных стенах Которые никто не может пробить Ему исполнилось 30 июля 14 Я рассказала об этом сестре Она сказала, ой, подумаешь, любовь Никто не хочет понимать мою любовь Да я сама не могу ее понять Но самое интересное, это вот это Чуть-чуть подальше вам нашла Это то, что часть информации я записывала знаками, символами Дабы, если вдруг мама нашла мой дневник и прочитала Она ничего не поняла И вот тут вот видите, есть бога Бога это дедушки Вот написано, я дедушки То есть он у нас был в гостях И у меня что-то там ага из другой комнаты А я ему бога и записала Так вот, вот эти символы на самом деле у меня на обложке расшифрованы Вы представляете? Ну, мама, конечно, в жизни бы не догадалась Сверить одно с другим То есть вот тут вот, допустим, символ Это правда А вот это мы ходили с классом в поход И там, ну, как-то очень тяжело оказалось С нами была учительница по-английскому Такая бабушка, прямо скажем Которая не могла идти И я отстала, и мы шли вместе с ней вдвоем Потому что все остальные ушли вперед Написываю, там была Нина Федоровна На English, по-английскому учительница Проклинала все на свете, что пошла Я ей помогала Несколько раз отставали сильно Туда по реке 8 километров А вокруг скалы Мы по камням еле-еле Обратно 8 километров по горам Просто ужас Тысячу раз труднее, но все хорошо И даже зарисовала Я обожала все зарисовывать Понимаете, это же все проясняет Вот так бы вы прочитали рассказ Не поняли, отоглянули на картинку Все ясно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok